Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, дорогие мои, поздравляю вас уже с наступившим новым 2023 годом! Желаю вам здоровья, всего-всего, чего вы сами себе желаете, здоровье, вдохновение творческого, много-много денег никогда не помешают, ну и, конечно же, мирного неба над головой. Я не знаю, я такой январь, честно говоря, не помню. Начну, пожалуй, с погоды. Я, кстати, с вами сегодня ненадолго. Вот, покажу, что творится у нас за окошком. У нас, походу, скоро начнут вылезать цветы. Вот такое небо. Сегодня светит солнце, и сегодня всю ночь лил дождь. И был, видимо, такой ветер, что я проснулась, а ворота мои настижь. Представляете, там металлическая задвижка. Я не знаю, каким образом, но они открылись. Вообще не представляю, друзья. Короче, с утра у меня была трудотерапия. Укладывала там грязь до калитки. Ну, невозможно пройти. Такая грязь. Просто утопаешь, можно сказать, по колено. Ну, в общем, там положила кое-какие щиты деревянные. Досок набросала, чтобы хоть как-то можно было пройти до калитки, более-менее не выпачкав обувь. Ну, и закрыла ворота. Не знаю. Это же какой ураганище был. Ну, вот что дождь был, всю ночь лил, я это слышала. У меня окно было. Я открываю, жарко сейчас. Уже и газ убавило, всё равно жарко. И вот открытое окно. Очень сильно слышала дождь. Стучал по подоконнику с той стороны. В общем, вот такая у нас новогодняя погода. Чем я всё это время занималась? Сейчас я вам покажу. Здесь у меня лежит моя вязалка. Вот такое кружево. Перемотала я одну пасму в моток. Вот такой громадный. Но не стала разрывать. Я понимаю, что это не очень удобно. Там 300 грамм пряжи ирис. Кировский ирис. Вот. И вяжу я вот такую кайму. Не сразу всё у меня получилось. Как бы так вам показать, чтобы мой замотанный палец не попал в кадр. Так. Не совсем, наверное. Ну, хотя видно. Хотя видно, конечно, бы чёрный фон сделать. Сейчас что-нибудь придумаем. Давайте, пожалуй, перейдём вот сюда. Это уже дубль два, так скажем. Первый раз я связала уже, наверное, даже больше, чем вот это расстояние. То есть, больше 10 сантиметров на 500 петель. Представляете? Это, ну, если по длине, то это где-то было полтора метра. То есть, я вязала ширину. Набрала вот эти петли. И вязала вот таким вот узором. Ну, вот как вот здесь, вот между вот этими цветочками. Сейчас я вам даже покажу этот узор, который я нашла в интернете. И мне так понравилась вот эта простота. И я начала вязать. Вот она, эта занавесочка. И не могла я найти схему. Но, приглядевшись, вот так вот увеличив саму занавеску, здесь можно просто, ну, прикинуть, как это вяжется. Это вот эта вот сеточка приблизительно, вот в которой расположен цветочек. Вот он, этот узор. И, в общем, отвязав где-то, я же говорю, сантиметров 15, представляете, 15 сантиметров вот этим узором на 500 петлях. То есть, я вязала два дня. И наступил Новый год. Пришла ко мне дочечка. Мы вдвоем отмечали. Лешек не мог приехать. Работал. Вот. Я ей показала то, что я отвязала. Говорю, вот хочу занавеску на окна связать. Мам, мне не нравится. Говорит, напоминает рыбацкую сеть. Вот. В общем, я прислушалась к ее мнению. И все-все распустила. Я, наверное, час только распускала это полотно. Ну и начались поиски, друзья. Начались поиски. Если вы посмотрите, я сюда набросала кучу-кучу всяких рисунков. Вот сейчас я вам покажу, что я здесь и вот такой рисуночек на занавеску я хотела. В принципе, тоже неплохой. Причем здесь, видите, очень-очень простая схема. Могу вот так подержать. Кому понравился этот узор, можно сделать скриншот экрана и связать. Сейчас я вам расскажу, как я делаю скриншот экрана, потому что многие не знают, как это делается. Ну, на телефоне я думаю, что вы знаете, как это делать. А вот если на компьютере, я покажу, какую кнопочку я нажимаю. Может быть, вам это поможет. Вот, друзья, вот эта кнопка. Вот она. Так, кто там, Монька по окну ходит. Вот. На нее нажимаю. И, ну, получается снимок экрана. И потом этот снимок немножко обрезаю. Есть такое приложение в Яндексе. Обрезка скриншотов. Ну, довожу до ума, скажем так. И сохраняю в какую-нибудь папочку созданную. Вот, просто одним движением нажатием на вот эту вот кнопочку. Она находится вот, если вот так смотреть. Вот здесь циферки. И потом вот раз, два, три, четвертая кнопочка вот здесь. Посмотрите на это лежбище котиков. Что, Монька? Жизнь удалась? Мы так теперь его называем, нашего Моньку. Жизнь удалась. Загорают на солнышке. В общем, нашла я кучу-кучу всяких. И вот такие вот тоже узорчик неплохой для занавески. Много-много и вот узорчик тоже со схемкой. Ну, в общем, друзья, я, наверное, два дня пока не могла вязать. Но уж очень неудобно было с замотанным пальцем. Боялась, как бы, его не повредить. Вот тоже схемка очень простая. Посмотрите, какой красивый узорчик получается. Просто красота. Вот схема этого узора. Ну, и остановилась я так. Где? Вот этот узор очень мне понравился. И нашла схему. Но мне показалось сложный в исполнении. Вот этот узор капельки. А вообще задумка неплохая, конечно. Вот он. Вот она эта схема. Но сразу хочу сказать, здесь нужно разбираться, как это вязать. Это вяжется вот отсюда. Полукольца вот эти делаются. Сначала колечко, потом половину кольца вяжется. Здесь половина кольца вяжется. А потом уже во втором ряду вторая половина провязывается. Ну, здесь мне показалось сложно. И я не хотела заморачиваться. А вообще узор этот мне, конечно, очень понравился. Так, там надо почистить телефон. Дальше неинтересно. Сейчас понайду схему той каймы, которую я сейчас вяжу. Вот она схема этой каймы. Вы тоже можете сделать скриншот. Вот он. Так, это или не это? Нет, не это, друзья. Ну, тоже неплохой, похожий очень рисунок. Но сейчас найду именно вот этот узор. Вот, друзья, нашла непосредственно схему узора вот этой каймы, которую я сейчас вяжу. Единственное, друзья, я использую патентный столбик. Здесь на схеме вы видите столбик с одним накидом. Но я, когда вяжу узоры филейной сеткой, всегда использую патентный столбик. То есть провязываем, делаем накид на крючок. Сначала провязываем столбик без накида, а потом накид и все петли на крючке провязываем. То есть тремя подходами или тремя приемами провязывается этот патентный столбик. Вот она, эта схемка. Очень-очень красиво получается. Так-то что ж такое, никак. Фокус не хочет фокусировать. Какое-то все расплывчатое. Вот. Вяжу я крючком кловер 1,25. Вязала то, что я распустила полтора. Нет, не на полтора. Слишком расхлябанные получаются ячейки. В общем, сейчас вяжу вот крючком 1,25. Сейчас вяжется ширина окна. То есть кайма будет на ширину окна. Причем я не буду делать никакие волны. Будет занавеска прямая без припусков. Вот на ширину окна четко. Потому что, когда при такой кайме, если связать, как я изначально планировала, там припуск на присбаривание, то есть если у меня окно 90 сантиметров где-то, я вязала полтора. То есть, значит, 60 сантиметров я давала на присбаривание. Но при такой вот кайме, я думаю, что присбаривание и не нужно. Вот свяжу, вяжется она, как вы понимаете, обратно поворотными рядами вот так. И буду вывязывать ширину, которая мне нужна для окна. Вот. Что я буду делать потом? Потом буду присоединяться вот здесь и вязать уже вверх занавеску. И вчера опять я перерыла кучу-кучу узоров, а как же связать вверх? Но, походу, буду выдумывать сама. Хочу вот эти вот, чтобы, конечно, узоры между собой перекликались. Поэтому, не знаю, друзья, как у меня получится, но я решила просто вот эту диагональ сделать вертикаль, но тоже самый узор, просто он будет вот так, ну, как сказать, без диагонали, просто вверх будет вязаться. Заполненная клеточка, потом сеточка, заполненная клеточка, потом переходим на вот этот узор, в котором будет вот этот цветочек. И тоже будет это, конечно, вязаться прямо. Надо будет все рассчитать, посмотреть, может быть, набросать даже на, ну, не знаю, на бумагу, чтобы не ошибиться. Но, буду выдумывать свой узор. Вот, очень-очень красивая вот эта вот кайма. А может быть, вообще, вот эти диагонали с сетчатой вот этой филейкой выброшу, а оставлю только вот этот узор с вот этим цветочком внутри. То есть, без вот этого, без вот этой полоски. Ну, тогда эта полоска будет, как инородная. Вот тут палка о двух концах. Если выбросить вот эту вот часть узора в дальнейшей занавеске, то как-то будет, как будто чего-то не хватать. Вот. Так что вот этим я, друзья, занималась все это время. Встречали Новый год, немножко расскажу мы с дочерью. Так, это по-скромному. Особо ничего не готовили. Было пару блюд, которые до сих пор я ем. Я не знаю, как люди вот наготавливают столько всего. Потом, как это все можно скушать? За день, за два не съешь. А выбрасывать как-то, ну, жалко, я бы сказала. Поэтому мы встретили, включили колонку, музыку, немножко потанцевали, повеселились. Никуда не ходили. Здесь в Чаплыге не говорят, все начинается. Ну, как все начинается? Народ вываливает в парк где-то в час ночи. Но такие лужи были, друзья. Какая-то погода такая, ну, особо не располагающая для прогулок. И мы решили никуда не ходить. Как-то все тихо было. Пару салютов здесь люди, ну, как бы эти хлопушки взрывали. Ну, и все. Вот. Так что Новый год у нас прошел спокойно. Напишите, как у вас было, какая у вас погода, чем вы занимаетесь, что вяжете. Расскажите немножко мне о своих планах, о вашем настроении. Мне будет интересно почитать. Я, может быть, и не отвечаю на комментарии, но знайте, что все ваши комментарии я читаю. Иногда бывают очень интересные комментарии. просто вот почитаешь, и, знаете, настроение поднимается, и хочется горы свернуть. Иногда, конечно, бывает не очень. Вот. Поэтому я решила как бы видео выпускать на канале только, когда у меня более-менее нормальное настроение, чтобы не портить это настроение вам. Многие мне пишут, Лена, не бросайте нас. Так было хорошо, когда видео были каждый день. Но потом случилось что-то с комментаторами. Не будем сейчас о плохом. И я решила, что я не буду больше поднимать тему как бы негативных комментариев. Я просто буду снимать видео в хорошем настроении. Да, вы там пишите, что Лена забанили и как бы забыли. Все это вы правильно пишете. Но, друзья, люди живые, я человек живой. И, конечно же, я все это делаю и баню и выбрасываю эти комментарии, просто удаляю. Или сразу и баню и комментарии сразу удаляются. По-разному бывает. Но я понимаю, что вы тоже правы, что этот негатив на канал не надо выносить. Хороших людей все же больше, и комментариев хороших больше. Но, знаете, это как ложка дегтя бочки меда, да, и все испорчено. Поэтому решила я выпускать видео, когда действительно есть что показать, когда есть желание поделиться с вами хорошим настроением и каким-то зарядом положительным. Поэтому буду снимать видео только вот в таком настроении. видео а сейчас пойду вязать эту здесь осталось буквально наверное еще три или четыре вот этих рапорта и ширина будет готова. Тогда уже пойду вязать длину, да, то есть высоту этой занавески. конечно же буду с вами делиться и показывать что у меня получается. Ну вот мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео. Немножечко с вами поделилась, поболтала. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.